В северной столице спустя четыре века возродили традицию шествия на осляти. Вербное воскресенье митрополитцам Петербургский Ладожский в Арсануфии в сослужении векарных епископов возглавил праздничную литургию и детский крестный ход. Исаакиевский собор в день празднования входа Господня в Иерусалим стал центром петербургской православной жизни. По предварительным данным полиции, обеспечивающей порядок, на праздник собралось более 10 тысяч верующих. Божественную литургию по древнему чину, принятому на Руси в 17 веке, служил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсануфии. Владыка уверен, шествие на осляти близко по духу русским людям. Господь, как вы знаете, сел не на жеребицу, а сел на осленка. Осленок – это символ народов языческих, тех, которые Господь взял под своеводительство. И вот русский народ тысячи лет назад взял под своеводительство Господь. И поэтому эта традиция стала русской. В центре праздника, как и несколько веков назад, были дети. Празднуя вход Господь в Иерусалим, мы не можем, естественно, не видеть детей, которые и две тысячи лет тому назад постелали под ноги входящего царя славы в славный город Иерусалим ветви, свои одежды. Поэтому эта традиция имеет свои корни не в нашей русской традиции, а в евангельской истории. И она сначала реализовалась в таком богослужебном плане в Иерусалиме, затем в Косинополе, потом перешла на Русь. Детские литургии в северной столице – не редкость, но обычно это богослужения, в которых участвуют дети. На сегодня вербное воскресенье в Исаакиевском соборе детская литургия превратилась в настоящий праздник. И это не только детское хоровое пение, не только настоящие пальмовые листы в руках, но и даже белая лошадь, которая символизирует ослица, на которой Господь входил в Иерусалим. Крестным ходом вокруг Исаакиевского собора дети шли с ветвями пальмы в руках. Две тысячи ветвей специально для этого привезли из Иерусалима. Вот нам очень нравится. Правда, наши маленькие дети не участвуют, но мы всегда рады ходить на такое событие, и тем более в такой праздник. Вообще нравится то, что для детей это организовано. Для подрастающего поколения – это очень важно. Сценарий празднования – это не постановка, а полное воссоздание обряда 17 века. Все полностью восстановлено трудами научных консультантов Академии православной музыки, которая является инициатором сегодняшнего крестного хода и этого богослужения при содружестве с Санкт-Петербургской епархией. Поэтому все было реставрировано, реконструировано и восстановлено, так как это было 300 лет назад. Мы очень хотели восстановить традицию разноязыкового богослужения, показав тем самым вселенской православной веры. И то, что несмотря на события, которые потрясают наш мир, люди православные все равно родные друг к другу и дружат друг с другом. Разноязыковость службы сделала ее по-настоящему уникальной и необыкновенно красивой. Песнопения звучали на русском, грузинском и сербском. Готовясь к службе, исполнители, в числе которых несравненная Дивна Любович, разучивали специально высланные ноты. Самое богослужение почти одинаковое. Только музыкальная сторона, так сказать, своеобразная и здесь, и там. Это было торжественно просто. Это не было необычно. Это было так, может быть, неожиданно, но торжественно и одно просто это было. Владыка Варсонофи выразил желание детской литургии в Исаакиевском соборе сделать более частыми и проводить их не только в вербное воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова